Драматург Пройдя сквозь ад Великой Отечественной войны, написав полсотни произведений, жестких, искренних и беспощадных, Василь Быков навсегда остался совестью каждого отдельного человека вне его национальной принадлежности. Как в бесчеловечных обстоятельствах сохранить человечность? Что спасать среди ужасов войны – тело или душу? Ради чего страдает человек? Только ли для себя живет? На эти и другие вопросы ищут ответы героя Василия Быкова, выдающегося мастера военной прозы XX века. Фильмы по его произведениям являются золотым фондом белорусской военной фильмографии. По его произведениям создано 22 художественных фильма, многие из которых получили мировую известность. Василь Быков – это феномен белорусской культуры, не только белорусской. Имя Быкова окрыляет в том числе не только литературу, но и кинематограф. И без его имени не состоялась бы вот эта знаменитая белорусская военная тема. И когда пришел Быков в начале 60-х годов в пространство нашей культуры, наступили новые времена на самом деле. И действительно, эта фигура неоднозначная, огромная, о которой можно говорить бесконечная. И когда он начал свою кинематографическую жизнь, все началось очень непросто. А все началось, конечно, с публикации в знаменитом журнале «Новый мир», который возглавлял знаменитый писатель, поэт Александр Трифонович Твардовский. Была опубликована повесть «Мертвым не больно». Очень красиво по-белорусски звучит. «Мертвым не болить». И вот здесь писатель впервые поставил эту проблему экзистенциального выбора. Причем на сломе экстремальной ситуации, когда у человека вроде бы ничего не остается, кроме тупика, но всегда находится пространство для выбора. И в том числе благодаря личной воле. На войне его, скорее всего, интересовали не столько откровенные враги. То есть он не делил на белое и черное. У него куча оттенков было, так хочется сказать, 50 оттенков серого. Но его интересовали, условно говоря, внутренние враги, предатели, дезертиры. Но и кроме этого приспособленцы, карьеристы, эгоисты. Тогда была принята героизация войны. А Быков вдруг открывает окопную правду. Вот это 60-е и 70-е годы. Безусловно, вот «Третья ракета», дальше «Альпийская баллада». И сюда, в эту парадигму, вписывается, безусловно, и знаменитый «Сотников», снятый как фильм «Восхождение» российским режиссером Ларисой Шипицко. Первая экранизация по повести Василия Быкова «Третья ракета». В этом фильме Быков открывает окопную правду. Для него врагами были не только фашисты. Его интересовали внутренние враги – предатели, дезертиры. Шесть человек в окопе. Там есть предатель. Он скрывается под личиной очень приличного человека. Симпатичного, обаятельного. Расчет противотанкового орудия «Сорокопяточки» отражает первую танковую атаку немцев. Один боец уходит с донесением и не возвращается. Остальные стоят насмерть. Название «Третья ракета» имеет смысл в том, что оставшийся живых боец убивает из ракетницы последней третьей ракетой вернувшегося дезертира, предавшего своих товарищей. Альпийская баллада – это рассказ о трех днях жизни, бежавших из немецкого плена, солдата белоруса Ивана и итальянской девушки Джулии. Это история о трех коротких днях в Альпах, вместивших в себя целую вечность. О трех днях, подаривших бывшим узникам концлагеря безграничную любовь и надежду на спасение. Рассказ о настоящем глубоком чувстве, которое не выбирает время и условия для своего появления. О том, что жизнь коротка, война ужасна, а человек неповторим. У нас с Борисом Плотниковым, тоже нашим земляком, в фильме «Восхождение», вот Лариса погружала. Она просто наблюдала за нами, как мы были вызваны заранее, за две недели до съемок. Мы были одеты в костюмы наших героев, и каждый день в городе Муром, где проходили съемки, выходили в этих костюмах, мы просто погружались, и она наблюдала за нами, она видела, что вот мы созреваем, мы созреваем. И команда «Мотор» прозвучала именно тогда, когда она почувствовала, что мы с Борисом Плотниковым стали, он стал Сотниковым, а я стал Рыбаком. Два партизана. Сотников и Рыбак в поисках провизии для отряда попадают в плен к фашистам. Надо сказать, что первая половина фильма сформировывает у зрителя полное доверие к Рыбаку. Он кажется настоящим партизаном, храбрым и решительным. А хвор и щуклы Сотников проигрывает на его фоне. Кажется лишь обузой, тормозящей выполнение задания. И только допрос у следователя обнажает сущность каждого из них. Изможденный болезнью и пылевым ранением, Сотников отказывается от предательской участи. Он не выдает место партизанского отряда и даже не называет свою фамилию. Есть вещи положнее собственной шкуры. Его подвергают жестоким истязаниям. Но, сжав стул руками, Сотников выносит чудовищную пытку раскаленным железом. Очнувшись в подвале, после страшной пытки, Сотников открывает истину не только Рыбаку, но и себе. Совесть – это то, что делает человека бессмертным. Но Рыбаку трудно это понять. В его голове созревает план, согласно которому он перейдет на сторону немцев, чтобы потом найти подходящий момент избежать. И он выдает своих товарищей в надежде избежать пыток и смерти. Но план не срабатывает. Последняя сцена фильма незабываемая, когда Сотникова готовят к повешению. Он бросает прощальный взгляд на мальчика в Буденовке. И это как бы эстафета, эстафета поколений, эстафета умирающего, живущему, который будет наследником его духовных позиций. Судьба все дальше отбрасывает Рыбака от желанной свободы. Даже смерть отказывается от предателя. Сначала ремень обрывается, а затем петля оказывается слишком маленькой. Каждый из главных персонажей фильма делает свой выбор. Настоящий солдат не тот, который не боится, или который не боялся, а тот, который победил в себе страх. Тот, я бы сказал, еще к этому добавил, что настоящий еще тот солдат, который сделал подвиг через страх. Вот, наверное, в этом и есть вершины преодоления и самое сложное, так сказать, в человеческой натуре, и самое важное также для искусства, для литературы. Прошлая война, наша Великая Отечественная, была войной всенародной. Это значит, что не принимал участие, так сказать, весь народ. Я думаю, что народным будет произведение, написанное о войне и, скажем, освещающее, например, деятельность высоких штабов. Вот, на генеральском уровне есть у нас такая литература. И народной будет, может быть, такой же степени, и рассмотрение, участие в войне, ну, например, какого-то заброшенного хутора, каких-то стариков. В фильме «Знак беды» герои Быкова не солдаты, не партизаны, а мирные жители, хлебопашцы. Выбор в качестве персонажей-крестьян, представителей самого мирного труда, дает автору возможность сделать исключительно глубокие обобщения. О том, как нарастает дух сопротивления врагу. Это составляет главный конфликт между вооруженным врагом и двумя стариками с дальнего хутора. Знаком беды для Петрака и Степаниды стала общая беда народа – война. Какой был у них шанс подчиниться? Ну, кому? Не фашистам, которые приходят на хутор, а полицаем. Это из средней и третьей силы, которые окажутся самой страшной, самой непредсказуемой и самой мерзкой. Когда Петрок и Степанида понимают, что война – это их личная борьба, все их житейские заботы уходят на задний план. Страх за хозяйство и собственную жизнь не исчезает, появляется нечто более важное. Поэтому они гордые, несокрушимые в своей человеческой правде, принимают смерть. Так в их подвиге проявили себя скрытые за повседневными заботами, за внешней уступчивостью, великие силы человеческой души. За повесть «Знак беды» Василь Быков получил высшую государственную награду – Ленинскую премию. Многие произведения Быкова экранизированы и нашли отклик в душе зрителей. Это Круглянский мост, обелиск, его батальон, дожить до рассвета, долгие версты войны и другие. Прошло более 80 лет с того рокового утра 22 июня 1941 года, а наша память вновь и вновь возвращается к суровым годам борьбы с фашизмом. Возвращается потому, что война была не только бедой, опалившей своим огнем каждую семью, но и суровым испытанием, проявившим силу духа и нравственное величие человека, истинная цена, которых с годами раскрывается все полнее. Многие писатели в своем творчестве пытались осмыслить истоки героического в человеке, глубинные движения души, которые помогали выстоять и победить. Опираясь на героические традиции русской и советской литературы, проза времен Великой Отечественной войны достигла больших творческих вершин. В наше время литература Василя Быкова и фильмы, поставленные по его произведениям, являются неиссякаемым источником патриотизма для подрастающего поколения, которое должно уметь правильно расставить приоритеты. Человечество должно помнить о смертельной угрозе, которой она избежала в недалеком прошлом и ежедневно заботиться о будущем. В наше жестокое время недостаточно любить мир, надо уметь его защищать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»